Приветствую вас на моем канале разбора выносов телепередач, обзоров от Оксаны Гетьман. И называется он Телеклуб Оксаны Гетьман. И сейчас я вам расскажу, что найдет в следующем выпуске проекта Холостяк на ТНТ. Во-первых, у нас в проекте не один холостяк. И даже не два, а три. Сам Тимати, основной холостяк этого сезона. Егор Крид, самый знаменитый холостяк России. И Никита Добрынин, один из холостяков Украины, который недавно женился именно на девочке, которую он выбрал в украинском холостяке. В нашем. Малюсенькое, но все-таки доказательство того, что на холостяке можно найти свою любовь. И даже пожениться. А вы мне напишите в комментариях, какой холостяк вам нравится больше всего. Так вот, теперь непосредственно о выпуске. То, что Тимати сказал девочкам, что на проекте будет два холостяка, это все обман. Конечно же, Егор Крид пришел навстречу, но во всем холостяке его не будет. Это такая попытка проверить девочек на верность. Многие девочки догадаются об этом, а те, кто переметнутся к Егору Криду, тех Тимати отсеет. Опять же таки продолжится выбор девочек. Дальше в следующей серии выяснится, что с Егором знакома Екатерина. Дальше о девочке, которая получила гонорар за участие в проекте. Нет. Гонорар получают сотрудники телеканала или продакшн студии, которая это все снимает. А девочка получила гонорар за свою работу отдельно. Также Мария Лобанова на церемонии РОС поведает свою страшную тайну, которая кажется совсем не страшной, а обычной. А вы мне напишите в комментариях, какая холостячка вам понравилась больше всего. А вы мне напишите в комментариях, какой холостяк вам нравится больше всего. Жду от вас в пальчики вверх и до новых встреч!